В кругах китайской компартии произошла встряска. В результате политического скандала с влиятельного поста секретаря партийного комитета города Чунцин был уволен Бо Силай. Об этом 15 марта объявило государственное информагентство Синьхуа. Напомним, Бо Силай был руководителем Ван Ли Цюня, того самого чиновника, который в прошлом месяце сутки пробыл в американском консульстве в Чиньду. Чем он там занимался, доподлинно неизвестно, но предполагается, что он оставил дипломатам компромат на своего руководителя, включая информацию о, возможно, внутрепартийном заговоре, а также попросил убежище в США. Из консульства Ван Ли Цюня увезла китайская полиция, и с тех пор о нём ничего не известно, кроме того, что он тоже был уволен. На пресс-конференции в среду, за день до официального увольнения Бо Силая, премьер КНР Ван Дзибао открыто раскритиковал его за инцидент с Ван Ли Цюнем. Аналитики говорят, что последние события свидетельствуют о расколе в кругах китайской компартии. Причём, руководство уже не пытается скрывать ситуацию. «Перед СМИ всего мира коммунистическая партия показывает людям, что внутри неё раскол. Это очень-очень редкое явление. Чтобы один китайский чиновник открыто обвинил другого китайского чиновника в ошибках, проступках или преступлениях, такого не было со времён Великой культурной революции». Бо Силай известен своими громкими кампаниями по борьбе с организованной преступностью, в которых, по некоторым данным, пострадало много невиновных людей. При этом Международные правозащитные организации обвиняют его в нарушении прав человека, в том числе в активном участии в репрессиях духовной группы Фолунгун. Позднее в этом году Бо должен был занять очень влиятельную должность главы партийного политико-юридического комитета. На этом посту он должен был сменить Джоу Юн Кана, который уходит в отставку. Теперь ожидается, что крах политической карьеры Бо может оказать влияние и на карьеру Джоу. «Он единственный член постоянного комитета политбюро, который поддерживал Бо Силая. Поэтому если у Бо возникли проблемы, это означает, что и Джоу Юн Кан не сможет избежать неприятностей». Отставку Бо Силая активно обсуждает и в обществе. Некоторые считают, что на общественности она скажется положительной, что не помешало бы уволить ещё больше коррумпированных чиновников. «На данный момент коррумпированные чиновники воруют то одно, то другое. Их люди борются между собой. Они коррумпированные, и никто на них не влияет. Они крадут нашу собственность и при этом хотят выглядеть рациональными и воспитывают нас, тех, кто подаёт петиции с жалобами». Есть и те, кого отставка Бо Силая волнует не сильно. «Это на нас абсолютно не повлияет. Это настолько далеко от нас, нормальных людей. Мы считаем, что должны рассматривать более практические вещи. Например, поднимутся ли после этих двух партийных съездов цены на нефть». Однако жители города Чунцин, похоже, вздохнули с облегчением. Вдобавок к своей кампании против оргпреступности Бо Силай также осуществлял кампанию под названием «Распевайте красные песни», которая продвигала в городе коммунистическую идеологию. Активист Лю Цзюнь говорит, что жители Чунцин будут рады прекращению этой инициативы. «Он также продвигал эту кампанию «Распевайте красные песни». Эти вещи были похожи на возвращение культурной революции. Общественности это не нравилось, и люди были по-настоящему против этого». Жители города говорят, что стиль руководства Бо напоминал репрессии. «В целом ощущалось, что в Чунцине было сильное подавление свободы. По сравнению с другими городами Китая, по сравнению с провинцией Гуандун, в Чунцине было несвободно». Теперь пост главы партийного комитета Чунцин вместо Бо Силая займёт член политбюро ЦК КПК Джан Дэ Дзян, более высокопоставленный чиновник, чем Бо. Джан, так же, как и его предшественник, принадлежит к партийному клану Дзянзэминя, группировке которой противостоит другому клану, куда входят нынешние правители КНР, Худзинтао и Вэнзибао.